Организатором горячей линии и грани стал ведущий рубрики ЖКХ Андрей Сергеев. Так, ну я предлагаю начать тогда. Жительница дома Комсомольская, 9. Среди приглашенных участников были начальник управления городским хозяйством, представитель государственной жилищной инспекции и представители прокуратуры. Несмотря на то, что главной темой была объявлена проблема двойных платежек, специалисты отвечали и на другие вопросы. Вышли к выводу, что для нас вода золотая. Понимаете, по факту стоимость воды в некоторых домах достигает 200, 300 и 400 рублей за 1 кубический метр. На территорию Чувашии действует правительственная комиссия по рассмотрению спорных вопросов, которые возникают при применении платы за коммунальные услуги. И в правительственной комиссии с января 2013 года этот вопрос все время рассматривался. Было рекомендовано сдерживать тарифы на горячую воду, установить их в размере, вот в городе Новочебоксарске, в размере 92 рубля 96 копеек за 1 кубический метр. Как решен вопрос по поводу оплаты отопления за 2012 год по домам Новэка? Опять-таки вопрос правомерности выставления квитанции – это первый, который будет решаться по итогам рассмотрения дела между ТКК-5 и Новэком. И второе – по поводу 2012 года корректировки. Если будет признан судом обоснованным предъявление Новэком квитанции, то здесь стоит вопрос по корректировке с 2012 год. Управащая компания вправе предъявлять претензии как за предыдущий год, так и за 2 и 3 предыдущих года, которые она управляет квартирными домами. Кроме этого, общение перешло в обсуждение рисков по подготовке к новому отопительному сезону. Все здесь на сегодняшний день оказались в ситуации непоступления денежных средств. В связи с этим администрация города и инициировала вопросы, связанные с тем, что у нас вызывает озабоченность подготовка к отопительному сезону этих многоквартирных домов, потому что подрядные организации фактически не получают деньги, а деньги тоже требуются на проведение необходимых работ для получения паспорта готовности к отопительному сезону. Администрация Новочебоксарска просит собственников указанных домов принять участие в заочном голосовании по смене управляющей компании. В противном случае есть большие вопросы по паспортам готовности домов к новому отопительному сезону.